Здравствуйте! На экране несколько сообщений анонимного телеграм-канала Генерал СВР от 26 октября текущего 2023 года. Тут сообщается сначала, что состояние здоровья президента России за прошедшие сутки несколько ухудшилось, а до того на протяжении сентября-октября генерал СВР сообщал, что Путин уже не встает с постели, его окончательно заменил двойник. А к концу дня того же 26 октября 2023 года помещено сообщение. Внимание! В данный момент происходит попытка государственного переворота в России. Президент России Владимир Путин умер сегодня вечером в резиденции на Валдае, и в конце любая попытка выдать двойника за президента после смерти Путина – это государственный переворот. Тут надо заметить, что это в России уже третий государственный переворот. Первый был в 2012 году, когда Путин в третий раз стал президентом, а второй был в 2020 году, когда все предыдущие президентские срока Путина были вообще обнулены, и он получил возможность стать президентом практически пожизненно. На следующий день, 27 октября 2023 года, генерал СВР сообщает подробности того, что произошло вчера и что происходит сегодня. Вчера врачи не успели ввести Путина в медикаментозную кому. После его кончины врачи заблокированы в помещении, их не выпускают домой пока. Тело Путина перенесено в холодильник, который до этого использовался для хранения продуктов. Усилена охрана двойника и так далее. Вы можете останавливать кадр и читать эти сообщения более внимательно. Того же 27 октября телеграм-канал профессора Валерия Соловья, доктор Соловей, опубликовал короткое сообщение «Тиран мертв». Валерий Соловей всегда подчеркивает, что он только повторяет сообщения генерала СВР или своих высокопоставленных знакомых. Но следует ли верить сообщениям генерала СВР и Валерия Соловья? Уж очень они бывают фантастические. Можно попробовать проанализировать некоторые и более ранние, и более поздние их сообщения. Вот генерал СВР. Он представляется как один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки Виктор Михайлович. Можно ли считать его подробнейшие сообщения художественным вымыслом, тем более изложенным с весьма плохим владением правилами русской пунктуации? Причем все свои сообщения он дублирует также и по-английски. То есть что, он рассчитывает вешать макароны западным разведкам и политическим лидерам? Прошлый 2022 год, 22 августа. За два дня до этого, 20 августа, была взорвана в собственной автомашине Дарья Дугина, дочь главного идеолога русского фашизма, мистика и философа Александра Дугина. Александр Дугин должен был ехать в той же машине, но в последний момент поехал в другой. Следственный комитет России, конечно, сразу же напал на украинский след. Но 22 августа генерал СВР помещает вот это подробнейшее сообщение, в котором описывается, как Александр Дугин, во имя военной победы Путина в Украине, и чтобы побудить его к более активным действиям, решил мистическим образом принести в жертву собственную дочь, сделать ее сакральной жертвой. А практическую сторону этого ужасного убийства организовал секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Он счел такую меру целесообразной, а уничтожать собственных граждан ему не впервой. Дугина не посвящали в детали операции, поэтому, когда произошел взрыв, его отчаяние могло быть вот так ситуативно, психологически оправданно. Но на траурной церемонии прощания с Дарьей Дугиной он сказал, что такова высочайшая цена, которую приходится платить за нашу православную веру и за нашу победу. Кстати, по прошествии почти полутора лет после этого страшного события военной победы все нет. Если предположить, что вся эта история была сочинена группой генерал СВР, то тогда единственной целью этой версии был секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев на снимке слева с целью стравить его с Путиным. Согласно генералу СВР, Патрушев критиковал недостатки в руководстве Путина. Тогда получается так. Украинская разведка действительно охотилась за Александром Дугиным, но упустили момент, что он не поехал в машине своей дочери и по ошибке взорвали машину без него. А группа генерал СВР решила воспользоваться этим событием и в течение двух дней сочинила эту версию, чтобы обвинить самого Дугина, но главным образом, чтобы еще больше стравить Патрушева с Путиным. Но это было бы таким комариным укусом, который по факту никого и не заинтересовал. И дальнейшее сообщение генерала СВР показывает, что характер событий был иным. Следующий день, 23 августа. Об истинной роли Дугина, как ее подает генерал СВР, Путину, естественно, никто не сообщил. Те, которые Путину докладывали, делали упор на то, что это была месть западных секретных служб бедному Дугину, а у Путина самого есть дочери, и поэтому надо мстить на фронте, активизировать военные действия. Патриоты ведь всегда считали, что у Путина договорняк со штатами, и он воюет в полсилы. На следующий день, 24 августа, Путин созвал совещание, присутствовал и Патрушев, каковое начал нетривиально, вместо приветствия задав вопрос, «Я похож на кролика?» При этом президент потребовал ответить каждого из участников совещания, а получив отрицательный ответ и спросил, «Так почему же вы решили, что меня можно разводить?» Дело в том, что за несколько часов до того, как Путин созвал совещание, ему доложили. Кто доложил? Уж не кто-то ли из группы генерал СВР? Соловей один раз упомянул, что Путин даже лично может знать кого-то из этой группы. Так вот, Путину доложили, предлагаю дальше читать самостоятельно и задаться вопросом, какой был бы смысл группе генерал СВР сидеть и сочинять все эти головоломные ситуации, чтобы что? Поэтому надо ответить на более важный вопрос. Возможно ли в России такие ужасные моральные выродки, как Александр Дугин? Но в его псевдофилософских сочинениях уже видна смесь паранойи, демагогии, примитивизма. А разве он один такой? Есть Александр Проханов, есть бешеные русские фашисты, православные фашисты. В страну погрузили в средневековое маркобесие и расчеловечили. А тут еще война. Поэтому вполне можно допустить, что вот такой выродок дошел до такого. Перенесемся в середину текущего, 2023 года. Попытка мятежа командующего частной военной компанией Вагнер Евгения Пригожина была 23 июля. Еще и до этого мятежа генерал СВР сообщал, что Путин и Патрушев решили ликвидировать Пригожина за его бесконечные хамские и демагогические выпады в адрес Министерства обороны прямо с линии фронта. Это было понятно всем и без генерала СВР. После попытки мятежа Евгению Пригожину дали возможность оставаться на свободе, он намекнув, что ЧВК Вагнер будет участвовать в каком-то большом и очень важном для России деле в другой части мира. Спустя месяц после попытки мятежа, 24 августа, по официальной версии, вылетевший из Москвы со всем руководством ЧВК Вагнера, включая Пригожина, самолет, упал в результате не очень понятной авиакатастрофы. Все погибли. Однако вот тут мы видим очередное сообщение генерала СВР от 24 августа, в котором утверждается, что самолет был сбит. Интуитивно все и так это понимают. Кончается сообщение неожиданным предупреждением, крупными буквами. Пригожина сбрасывать со счетов рано. Впоследствии Валерий Соловей пояснил, что тайные союзники Пригожина в Министерстве обороны предупредили его, что самолет будет сбит. Пригожин под каким-то предлогом отказался лететь и исчез. Вместо него похоронили кого-то другого. А исчез он в Венесуэлу под чужим именем, по утверждениям Валерия Соловья. Но рано или поздно опять объявится в России, чтобы мстить. В начале декабря текущего 2023 года пошли сообщения, что Венесуэла намеревается захватить часть Гаяны. Не это ли великое дело, важное для России, имел в виду Пригожин? Правда, 15 декабря объявлено, что Венесуэла и Гаяна договорились решить спор полюбовно. Так что, возможно, Пригожин там и не понадобится. Может быть, скорее вернется в Россию, чтобы подтвердить версию Соловья. Следя со событиями по этим двум телеграм-каналам, периодически в глаза бросаются все-таки какие-то странности. Не столько в содержании, оно может быть объяснено рационально, если подумать, сколько в стиле, в поведении этих людей. На экране все то же сообщение генерала СВР о смерти Путина. От 26 октября 2023 года. Далее идут сообщения от 27 октября и потом сразу 30 октября. Пропущены 28 и 29 октября. А 28 октября были ответы на вопросы, которые я показываю из Ютуба. И не очень помню, были ли они в самом телеграме генерала СВР в самом начале. Но обычно они, прежде всего, появляются именно там. Так что, похоже, что он их удалил оттуда. А в этих ответах Виктор Михайлович примерно с минуты 36-36 говорит следующее. Более действенные методы будут применены несколько позже. Я в этом уверен. То, что власть сейчас нестабильна, и еще раз подчеркиваю, я всегда говорил, есть ли у какого-то оппозиционного лидера, есть ли у какого-то оппозиционного движения, есть желание проявить себя, попробовать сместить власть. Вы можете с нами, не с нами, как угодно, можете обратиться к нам за помощью, можете не обращаться к нам за помощью, можете действовать самостоятельно. Мы говорим, власть сейчас слаба как никогда. Если вы чувствуете в себе силы, если вы чувствуете в себе возможность ответить, взять на себя, ответить на вопросы людей по их безопасности, по ответственности за них, по ответственности за свои действия, За действия тех людей, которых вы будете на что-то агитировать Если у вас все это есть, действуйте И действуйте в те сроки и в тех возможностях, которые вы считаете для себя реальными Пожалуйста, не сдерживайтесь Владимир Путин умер, ждать больше нечего Хотите прийти к власти и считайте, что для вас это возможно Мы действуем так, как мы считаем Исходя из своих сил и своего понимания Если кто-то считает, потому что нам часто укоряют, что мы Откладываем желание многих начать действовать Если есть желание начать действовать, милости просим, действуйте Все, у кого есть желание и возможность действовать Оппозиционным, я прежде всего лидером и движением Пожалуйста, сейчас ситуация позволяет Если вы считаете, что вы придете к власти Сейчас власть слаба, как никогда, как никогда ранее Власть намного более слаба, чем даже 10 лет назад Чем даже во время болотной Власть слаба, власть в очень шатком положении Если вы считаете, что возможности у вас есть И если вы считаете, что вы можете повести людей на какие-то Пожалуйста, делайте, только берите на себя ответственность И объясняйте людям, что вы и как делаете И более того, мы поддержим любые движения И поддержим не только словом, но и делом Давайте Со своей стороны мы обязательно призовем И обязательно расскажем, как будем действовать И как мы гарантируем тем людям, которые пойдут по нашему призыву Как мы гарантируем свою ответственность перед ними Так, вопрос в случае использования двойника после смерти Путина Это же, по сути, захват власти ОПГ И как ОПГ собирается решать с легитимностью подписания законов Верительный грамот послов приказов военным Самозванного вверх главнокомандующего Вы правы Я хочу еще раз обратиться ко всем У власти самозванец Любые приказы, любые подпись Его это все нелегитимно Все это ерунда Это самозванец Самозванец Это не президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин На сегодняшний день находится в своей резиденции В морозильной камере Труп в виде трупа В резиденции на Валтае Если у кого-то есть желание Посетить резиденцию Валтай У кого-то есть возможность Я думаю опять обращаюсь к оппозиционным К разбитным Лидерам общественного мнения Которые говорили Что мы там кого-то сдерживаем Пожалуйста При посещении Резиденции президента Валтай Мы с удовольствием укажем Где находится президент И будет возможность удостовериться Лично в его смерти Так, вопрос Сколько времени будет скрывать Смерть Путина Я думаю, что очень недолго Это практически невозможно И долго скрывать После этого просто сам собой Напрашивается вопрос Товарищ генерал Виктор Михайлович Вы наверное сами поняли Что в данном эпизоде Выглядите как Абсолютно четкий провокатор Или в лучшем случае актер Так почему люди должны вам верить Далее опять все серьезно 30 октября 2023 года Николай Патрушев Сразу по нескольким каналам Общается с руководством Нескольких стран Посвященных ситуацию Раздавая гарантии Приемственности курса И различные обещания 2 ноября 2023 года Кто-то предлагает Чтобы дублер Официально поменял Фамилию, имя и отчество На Путин Владимир Владимирович Сейчас над этим задумались Приближенные Патрушева О том, что это исполнено Сообщено 1 декабря 4 ноября 2023 года В российских интернет-ресурсах Помещено выступление Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева На ежегодном съезде Общества Знания Как генерал СВР Так и доктор Соловей Называют Патрушева Неофициальным фактическим Правителем России Многие обратили внимание На его как бы траурную одежду И на то, что в первой половине Своей речи он говорил О президенте Путине В прошедшем времени В каком состоянии Путин принял Россию И какие усилия он приложил Для резкого улучшения Ее положения Патрушев перечислял это Только лишь во второй части Своего выступления Он кратко сказал Что Путин находится в курсе Всех проблем И успешно продолжает их решать Генерал СВР Объяснил все это тем Что так совпало Что 4 ноября Это 9 день После смерти Путина 26 октября Когда положено Поминать покойного И вечером В резиденции Путина Состоялся поминальный банкет Для узкого круга лиц На котором царило В целом хорошее настроение 14 ноября 2023 года Николай Патрушев И люди из бывшего окружения Главы государства Обеспокоились Сохранностью тела усопшего Который до сих пор Находится в морозильной камере В резиденции на Валдае Сейчас труп Путина Хранится неправильно И для правильного Длительного хранения Необходимы другие условия Впоследствии Генерал СВР Опубликовал Список заказанного Дорогостоящего И сложного Специального Медицинского оборудования Для хранения тела И наконец Сообщение От 1 декабря 2023 года Смысл использования Двойника Достигнуты Основные договоренности Между секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым Его окружением И людьми Которые были В ближайшем окружении Ныне покойного Президента России Владимира Путина О большом транзите власти Двойник президента Будет представлять Правящий режим На выборах Главы государства 15-17 марта Следующего 2024 года После победы Двойник Назначает Премьер-министром Дмитрия Патрушева Сына Николая Патрушева Ныне Министр сельского хозяйства Через 6 месяцев Работу Нового правительства Дублер Путин Объявит О своей отставке Представив Дмитрия Патрушева Своим преемником Вот в чем Смысл Использования Двойника Для плавного Передела И транзита Власти Двойник Президента России Поменял фамилию Имя И отчество Об этом проекте После назначения Дмитрия Патрушева Премьер-министром А тем более Спустя еще Примерно 6 месяцев После отставки Фиктивного Путина Профессор Валерий Соловей В своих частых Выступлениях Высказывает Такие прогнозы И они Явно Не только Его личные Он считает Что после назначения Дмитрия Патрушева Премьер-министром Как раз И начнется Самая острая Схватка Внутри элит Потому что Их интересы Непримиримы Достигнутый компромисс О транзите власти Только временный Патрушев планирует Национализацию Промышленности В начавшейся борьбе Друг с другом Элиты будут обращаться К народу Ища поддержки Соловей утверждает Что в этой взаимной борьбе Кто-то из самих элит Сообщит истинную правду О смерти Путина И о двойнике Возможно Недолгое Вооруженное столкновение Группа Высокопоставленных Деятелей Из разных Государственных органов К которой Имеет честь Принадлежать Соловей Как он говорит Тоже намеренно Принять участие В этой борьбе С целью Демократизации России По его заверению У них есть И некоторый Силовой ресурс Несколько лет назад Они предложили Валерию Соловью Быть их Публичным Представителем И он По его словам С благодарностью Принял это Почетное предложение Поэтому он Рекомендует Подписываться На его телеграм Канал Чтобы быть готовыми Выходить на улицу Времена На некоторое время Будут тяжелые Надо будет запастись Продуктами Водой На некоторое время После победы Этой демократической Группы Предусматриваются Честные выборы И созыв Учредительного Собрания Переформирование Республики Принятие Новой Конституции Все политзаключенные Будут освобождены Война С Украиной Будет закончена Компромиссом Все пропагандисты Будут наказаны Фамилии Всех секретных Агентов Будут опубликованы Нам в Литве Конечно приятно Слышать такие вещи Но увы Глубинный Русский народ Вряд ли выйдет На улицу По чьему бы то ни было Призыву А интеллигенция И студенты И имеют Свои собственные Партии И организации Так что Той группе Может прийтись Бороться в одиночку О себе Валерий Соловей Говорит Что он потому Так откровенен В своих высказываниях Что представляемая Им группа Покровительствует Ему Хотя и она Не всесильна Несколько лет назад Профессор попал В следственный Изолятор На пару недель За попытку Организовать Движение Перемен Его сын Дважды подвергался Тяжелым избиениям На улице Его жену Пытались отравить Есть люди В госаппарате Которые его Предупреждают Об опасностях И рекомендуют Способ поведения Но он говорит Что хотя Зрители часто Видят его Улыбающимся Но это потому Что он Прирожденный Оптимист Но на самом деле Его жизнь Часто напоминает Ад И все же Есть какие-то На мой взгляд Странности Может быть Может быть Не только в содержании Сообщений Соловья Сколько в его Поведении Стиле Вот например Уже приводившееся Мной сообщение Валерия Соловья От 27 октября 2023 года Тиран Мертв Но до него На этом месте Было сообщение Которое Соловей удалил В нем было сказано Так Вот поэтому Я и назначил Свой лайвстрим Онлайн На 26 октября Вечер То есть Когда умер Путин Для недоверчивого Зрителя Это может звучать Так Вот видите Я заранее знал На когда Мои друзья Запланировали Опубликовать Фейк о смерти Путина Вот какие мы Хитрые Видимо Соловей сам Почувствовал это Хотя он всегда Заверяет Что ссылается Только на прогнозы Врачей Статья Добровольные Помощники Кремля От 17 ноября 2023 года В ней доказывается Что российская Политическая Оппозиция Преимущественно Эмигранты Спутала Антипутинскую Борьбу С антироссийской Россия тоже Имеет Свои Национальные Интересы Осуждать Начатую Твоей Страной Войну Считать Ее Ошибочной Или Преступной Нормально Требовать Немедленного Прекращения Боевых Действий Вывода Войск Отказа От аннексированных И оккупированных Территорий Нормально Сочувствовать Стране Ставшей Жертвой Агрессии Оказывать Гуманитарную Помощь Ее Гражданскому Населению Даже Быть Сторонником Выплаты Репараций Тоже Нормально Но Испытывать Ненависть К обычным Солдатам Своей Армии Незамешанным В военных Преступлениях Радоваться Их Смертям Ненормально Желать Своей Стране Разгромного Поражения Окупации Или даже Расчленения Ненормально Направлять Разоблачительный Пафос Не против Преступного Режима А против Собственных Союзников Ненормально А разве Есть Такие Кто Не разоблачает Путинский Режим Тем Кто Намеревается Вернуться В свою Страну И добиваться Электоральных Успехов Автор Советует Задуматься Как они Будут Выглядеть С такой Позиции А кроме Того Такая Позиция Дискредитирует Находящихся В заключении Алексея Навального И Илью Яшина А в целом Все это На руку Официальной Пропаганде В этой Статье Написанной Почти Как Официальный Обвинительный Акт Много Справедливого Относительно Глупостей Российской Политэмиграции Но считается Как бы Само собой Разумеющимся Что Россия Может стать Демократической И неагрессивной Без большого Военного Поражения И в нынешних Границах При Горбачеве И Ельцине Это не осуществилось Немало Демагогии И сам Заголовок Демагогический Домровольные Помощники Кремля А дискутировал Ли автор С ними Напрямую Возникает Даже впечатление Что это писал Не сам Валерий Соловей Все это Довольно Странно Вот как Валерий Соловей Начинает Все свои Видео Говорит И показывает Москва С вами Валерий Соловей И это 97 Говорит И показывает Москва Такими Торжественными Словами Центральное Советское Телевидение Два-три Раза в год Начинало Прямые Репортажи С особо Важных Государственных Торжеств Получается Что Валерий Соловей Уже Заранее Примеряют На себя Государственную Роль А также Напоминает Что В отличие От политических Эмигрантов Он Находится В Москве И поэтому Политическая Эмиграция Не имеет Тут Из-за Рубежа Права Голоса Он Уже Это Говорил А вот Соловей Заканчивает Соловей Соловей И Дорогие Друзья Берегите Себя Берегите И для Нашей Победы И для Нашего Лучшего Мира Который Мы Вместе С вами Построим А я Буду С вами Покуда У меня Сила И Покуда Есть Возможность Я Буду С вами До Нашей Победы И Надеюсь И Дальше И Помните Непременно Помните Что Как Как бы ни было Сейчас Тяжело Победа Будет За Нами Она Непременно Будет За Нами Такое Внушение Впечатляет Дай Бог Все Нормальные Люди Этого Хотят Но Если Все Таки Вернуться К смерти Путина И К методам Валерия Соловья В 2015 Году Он Выпустил Книгу Абсолютное Оружие Основы Психологической Войны И Медиа Манипулирования Она Написана На основе Закрытого Курса Лекций Который Валерий Соловей Читал В Московском Государственном Институте Международных Отношений Это Самый Элитарный Университет Валерий Соловей Очень Любит Разъяснять Что Уже Даже Сам Факт Публичного Обсуждения Умер Путин Или Нет Помогает Делегитимизировать Путинский Режим Но Во-первых Там Где нет Гражданского Общества Как в России Народу Все равно Законен Ли режим Поэтому Невозможно Делегитимизировать То Что Не нуждалось В самой Легитимации А во-вторых Возникает Полное Ощущение Что Валерий Соловей Что написал В своей книге То и Применяет Но только С благими Намерениями Лично Мне кажется Что Если это Так То Это Неприемлемо Народу Лгать Нельзя И Манипулировать Народом Не нужно Моральной Политике Кстати Основывается Социал Демократическое Мировоззрение Насколько Мне известно В российской Политической Эмиграции За рубежом Нет ни одного Политического Лидера Или блогера Который Верил бы Что Путин Умер Они Чаще всего Просто Издеваются Над Валерием Соловьем Но делают Они Это Из простой Зависти А также Из-за Неизлечимого Политического Невежества Так Характерного Для Русской Кабинетной Интеллигенции Геннадий Гудков Бывший Полковник КГБ И бывший Депутат Государственной Думы Ныне В политэмиграции Это один Из двух Наиболее Опытных И Компетентных Специалистов К которым Следует На мой Взгляд Прислушиваться Он Считает Что В принципе Возможно Что используется Двойник Вместо Путина Но Он Сомневается Что Путин Умер Потому Что Огромная Армия Чиновничества Имеет Свой Вертикальный Канал Утечек Сверху И Если бы Путин Умер То Обязательно Последовала Бы Какая-то Утечка Да И Его Гудкова Друзья Не Приминули Бы Позвонить Ему И Обрадовать Этой Новостью А Как бы Они Разглашали Государственную Тайну Зная Что Телефонные Переговоры Записываются И Другой Полковник КГБ В эмиграции Сергей Жирнов Он Тоже Считает Что Возможно Использование Дводняка Но Он Тоже Сомневается Что Путин Умер Он Напоминает Что Во всех Резиденциях Президента Имеется Огромный Штат Обслуживающего Персонала Это Горничные Уборщицы Официанты Повара Различные Ремонтники Врачи Охрана Вместе С семьями Их количество Доходит До Семи тысяч Утверждает Жирнов Невозможно Считать Жирнов Чтобы За такое Долгое Время Не Произошло Бы Какой-то Утечки Но Тут Надо Учесть Что Все Эти Люди Это Сами Секретные Сотрудники Федеральной Службы Охраны ФСО И Давали Строжайшую Подписку О Неразглашении Непосредственно К президенту Из Обслуживающего Персонала Наверняка Имеют Доступ Человек Только 10-15 В В случае Какой-то Утечки Вполне Реально Вычислить От кого Она Происходит И тогда Перед этим Человеком Замаячит Угроза Смерти Под Одним Из Видео Валерия Соловья Или Под Парой Я Сформулировал Немного Абстрактно Но Адресованный Ему Вопрос А именно Вот Валерий Соловей Это Профессор Уважаемый Человек Неплохо Известный Социальный Ученый Бывший Коллег Знакомых Знакомств И связей Хорошо ли он Понимает Что Если в будущем Когда-нибудь Все-таки Окажется Что информация О смерти Путина Которую Распространяет Генерал СВР А он Соловей Постоянно Повторяет Была Безответственной И политически Бессмысленной Фабрикацией То ему Соловью Грозит Перспектива Полностью И быстро Потерять Всю свою Репутацию Солидного Человека И до конца Жизни Остаться В роли Такого Тщеславного Клоуна В одном Из своих Следующих Видео Валерий Соловей Неожиданно Сказал Что он Никогда Бо Не взялся Распространять Недотоверную Информацию Которая Могла Бо Навредить Его Репутации Если бы Не был В ней Полностью Уверен Потому Что Свою Репутацию Он Ценит А в Своих Источниках Сказал Он Он Полностью Уверен Поэтому Лично Я Все-таки Больше Склонен Доверять Валерию Соловью Чем Не Доверять Ему Сол И Продолжение следует...